А вы в курсе, что в Сочи, ко дню города, который праздновался в конце ноября, было высажено порядка 450 тысяч сезонных цветов? Появились они абсолютно в разных частях города. Кроме того, была проведена уникальная акция, ее назвали «Посади дерево». В ее рамках любой житель Сочи мог оставить своеобразный зеленый след в истории родного города. Но высаживали абсолютно разные растения, в том числе эвкалипты, которые вот уже много лет помогают городу-курорту бороться с комарами, которые могут являться в том числе переносчиками вируса Зика. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы – начальник управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации города Сочи Андрей Терехов. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. Действительно, ко дню города, который мы праздновали в конце ноября, Сочи озеленился. И очень интересную акцию впервые провели, ее назвали «Посади дерево». Поделитесь, пожалуйста, результатами. Глава города выступил с предложением возобновить историю по высадке деревьев каждым жителям. Значит, к данной работе были привлечены администрации районов, предпринимательское сообщество и, самое главное, ТОСы. Более тысячи деревьев высажено на территории города Сочи с привлечением ТОС. Все большая часть из этих деревьев была высажена жителями города. При поддержке предпринимательского сообщества, при поддержке администрации города, где-то саженцы приобретали предприниматели через управление по взаимодействию с ТОСами, через администрации районов, в администрациях была организована раздача саженцев для высадки на внутригородских территориях. Значит, стоит отметить, отдельно Адлерский район, они сделали удар именно на эвкалипты. Для целей осушения территории, для целей борьбы с комаром, посредством фитонцидоносных свойств эвкалипта, значит, на территории Адлерского района высажено порядка 500 деревьев эвкалипта. Остальные районы по количеству не отстают, но здесь ассортимент посадочного материала сильно дифференцируется и отличается. Ну, допустим, на территории Лазаревского района эвкалипт себя, скажем, некомфортно чувствует, там температуры на 3-4, а то и 5 градусов ниже. Таким образом, был сделан акцент на ассортимент, пригодный для Лазаревского района. Каштан конский, туя, ель голубая, сосны и так далее. Большое количество деревьев гинга. То есть, я понимаю, деревья появились абсолютно во всех районах города и даже в отдаленных поселках горных каких-то были высажены? Совершенно верно. И сельские округа, и тосты, находящиеся где-то за пределами центральной и зоны международного гостеприимства, приняли активное участие в этой работе и высажено большое количество деревьев. Ну, в Сочи высаживают не только привычные фатини, сосны, пальмы, эвкалипты. Так, например, на территории инфекционной больницы высадили растение, которое называют живым ископаемым – реликтовое растение гинга. Об этом у нас есть сюжет. Гинга – одно из древнейших на Земле деревьев, пережившее даже ледниковый период. Впервые в Сочи его привезли в начале 20 века. Этим саженцам всего несколько месяцев. При посадке экологи учитывают особенности растения. Чтобы прижилось, важно правильно присыпать почвы, не нарушить влажность и уровень кислотности земли. Вот влажность здесь повышенная сейчас. Он показывает и влажность, и кислотность. Она повышенная влажность, поэтому поливать пока и не надо. А кислотность здесь удовлетворяет. 7-0 – это как раз для гингу. Взрослые деревья в городе единичны. А вот инфекционная больница может похвастаться целой аллеей гинга. 35 саженцев – это настоящая коллекция эксклюзивных растений. Плоды приживутся, в принципе, будут через лет 5-7 уже оно начнет свистеть. Деревья крупномерные. Все должно быть посажено правильно. Ну, вообще, конечно, с любовью. Все надо делать с любовью, тогда хорошая энергетика и, в общем-то, больше шансов, что растения хорошо приживутся. Главный врач инфекционной больницы подчеркнул, что польза от наличия зеленой зоны рядом с медицинским учреждением налицо. Территория большая, зеленять есть что. Поэтому мы этим вопросом сейчас занимаемся очень системно. Не так давно прошел третий Всероссийский съезд по социально значимым инфекциям. Участники съезда приезжали, тоже сажали деревья. Вообще, очень хорошая инициатива. Правильная, хорошая, замечательная. Пусть город будет зеленым. Саженцы Гинга передал Армавирский совхоз декоративных культур. Они выращены практически в экспериментальных условиях. В Сочи их привезли не случайно. Замечательно то, что эти саженцы выращены из семян сочинских деревьев и вернулись назад в дар городу от совхоза. Еще раз большое спасибо ему и, безусловно, руководителю управления лесопаркового хозяйства Терехову Андрею Николаевичу, который тоже активное участие принял в организации этой работы. Посадка деревьев на территории инфекционной больницы – это еще один шаг к масштабному озеленению Сочи. В канун Дня города решено посадить максимальное число молодых деревьев. В Лазаревском районе задачи справляются на отлично. Мы сейчас проводим по всему городу акцию под руководством мэра нашего города Анатолия Николаевича Пахомова по озеленению города. Каждый сочинец должен высадить одно дерево, а может быть и больше. То же самое это проходит акция и по школам, у нас детским садам, по частному сектору. Работа идет. На территории инфекционной больницы подобные акции проходят не впервые. Здесь уже есть аллейки парисов и эвкалиптов. Было высажено и много цветов ко Дню города. Планировалось порядка 400 тысяч. Как обновились клумбы к этой дате и что сегодня с нашими клумбами в связи с тем, что и достаточно низкие температуры, как себя чувствуют сейчас цветы и растения на клумбах? Цветочное оформление завершено. Ко дню города еще было, к 21 ноября. В данный момент ведутся работы по уходу за цветочным оформлением. Совсем небольшой отпад есть в связи с понижением температур ниже нуля. А в некоторых районах у нас до минус 7, до минус 8 опускалась температура. Но, к большому счастью, никакого серьезного, сколь-нибудь значительного отпада, вновь высаженной рассады у нас не отмечается. А как меняется из сезона в сезон ассортимент растений или, может быть, из года в год? Какие у нас цветы преобладают? И что нам ждать весной, что ждать летом? Кардинальных замен, большой замены ассортимента посадочного материала, его не происходит. Добавляются отдельные небольшие вкрапления новых пород. Но все-таки скелетными, основными, большими, большое количество высадки из года в год ведется одних и тех же пород. Если это летний ассортимент, то все-таки преобладает питония. Если говорить о зимнем ассортименте, то все-таки преобладает виола. Тагетис, Дихондра, Сурфиния, Цинерария и так далее. Идет на окаймление, на отдельные вкрапления, на, скажем так, на мишуру, что ли, на дополнительное украшение, на декоративное убранство и так далее. Но вот эти породы, они, как зарекомендовавшие себя, как наиболее обильно цветущие, наиболее неприхотливые для нашего региона, все-таки они преобладают. Но шторм нанес значительный урон зеленому убранству города. Много ли деревьев пострадало в результате разгула стихии? И как вообще сегодня наши южные деревья переживают холода? Мы видели, что где-то они утепляются уже деревья. А как ведется эта работа? К 10 декабря завершена работа по укрытию южного ассортимента растений, таких как агава. Также проводится работа по укрытию маленьких пальм, таких как финик, канарские в Вашингтоне. Более крупные, более сформированные пальмы, они просто связываются в верхней части, верхушка кроны связывается, для того, чтобы не разломать точку роста обильным мокрым снегом. Во взрослом состоянии эти пальмы переносят достаточно неплохо наши температуры, поэтому необходимость в укрытии крупных пальм отсутствует. Также точно ведут себя олеандры. Они достаточно устойчивые к морозам, но поскольку крона очень густая, и в целях недопущения разваливания кроны, также точно связываются, при связывании чувствуют себя гораздо более устойчиво, гораздо лучше. А что касается шторма, каков у нас урон? Сколько деревьев пострадало в результате стихии? Порядка 300 деревьев на территории города Сочи было повреждено или вывернуто на корню совсем. Огромное спасибо службам спасения разного уровня, муниципальное казенное учреждение, служба спасения города Сочи. Также принимала участие Краевая служба спасения и МЧС, ЮРПСО Российской Федерации. Огромную помощь оказали при расчистке от завалов. Хочется сказать спасибо также жителям, которые вышли и не остались безучастны по расчистке наших улиц от упавших деревьев. А что касается аварийных деревьев, вот какая сегодня ведется работа по их выявлению и вообще механизм ликвидации аварийного дерева? Что делать, допустим, жителям, если они обнаружили в своем дворе, скажем, дерево, которое может быть сегодня опасным? Значит, собственники территории, на которых произрастают зеленые насаждения, обязаны обеспечивать сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями на своих земельных участках. Если мы говорим о частном доме или какой-то частной территории, собственник обязан обратиться в лесопарковое управление за получением порубочного билета и производством работ по вырубке угрожающего дерева. Физика, механизм происходит следующим образом. В лесопарковое управление поступает обращение, выезжает специалист, актируется, составляется акт наличия, определяется хозяйственное мероприятие то ли по сносу, то ли по кронированию, то ли по облегчению кроны. Может быть, в некоторых случаях по обрезке отдельных ветвей, опасно нависающих или каких-либо. Подготавливается порубочный билет и передается хозяйствующему субъекту для производства работ. В случае с многоквартирными домами бремя ответственности несет управляющая компания по уборке, по вырубке и по тем или иным работам, связанных с обеспечением безопасности от падения деревьев, ветвей или иных частей дерева. А если же на муниципальной территории, то также обращаться необходимо к вам в управление? Также обращаться к нам, если на муниципальной территории, здесь администрации соответствующих районов имеют муниципальные контракты на вырубку деревьев и производится работа силами муниципалитета, безусловно. Я думаю, здесь стоит отметить, что самостоятельно, без получения разрешения, не стоит никак пытаться дерево убрать. Большое количество ситуаций связанных с тем, что люди пытались навести порядок, по их мнению, как им кажется, по подчистке, по вырубке тех или иных деревьев или кустарников. И нередки случаи, когда производится, по мнению некоторых жильцов, санитарная очистка, но впоследствии оказывается, что вырубленные кустарники, которые ранее другим же жителям этого же дома были высажены. И конфликт происходит даже внутри дома зачастую. Поэтому во избежание таких ситуаций, безусловно, не нужно заниматься самодеятельностью. Действия по наведению санитарного порядка, по подчистке, по дополнительной обрезке, они, безусловно, приветствуются. Но в соответствии с регламентом, в соответствии с законом. Не хотелось бы, чтобы добрые начинания наших жителей, а их действительно много, перерастали потом в разного рода проблемы, разбирательства и так далее. Поэтому управление лесопаркового хозяйства для этих целей открыто и действует достаточно оперативно. Ну а что касается вредителей, вот самшитовая огневка в свое время стала огромной бедой для зеленого убранства нашего города. Какой она урон нанесла от самшитовой рощи? Что сейчас? В каком она состоянии? И угрожает ли сегодня самшитовая огневка нашим зеленым насаждениям? Если вы позволите, я все-таки отвечу за муниципальные территории. Урон самшитовой рощи, был ли он в тех или иных единицах рассчитан или нет, я не отвечу. Я, честно говоря, не знаю. Но о том, что урон значительный, о том, что действительно повреждена была большая часть самшитов, да, действительно так есть. В каких-либо натуральных единицах я не отвечу. В части урона зеленого убранства города посредством действия самшитовой огневки урон был незначительный или минимальный. Потому что вовремя были обработаны зеленые насаждения самшита на территории муниципалитета. И таким образом все растения, все баскеты, живые изгороди или отдельно стоящие кусты самшита нам удалось спасти. В последние два года самшитовая огневка на территории города Сочи почти не встречается. Может быть, единичные экземпляры. Здесь есть два мнения по этому поводу. Либо действительно действует химическая обработка и кормовая база отсутствует. В связи с этим самшитовая огневка здесь не появляется. Другие ученые говорят о том, что она перешла за хребет на северную часть Кавказа. И в настоящее время встречается в большом количестве на территории Адыгеи и Карачао-Черкесии. А красный пальмовый долгоносик – еще такой вредитель, который был тоже замечен в Сочи. Что с ним сейчас? По поводу красного пальмового долгоносика в настоящее время заложены средства. В 2016 году проведены профилактические обработки от данного вредителя. На 2017 год заложены средства. Ведется профилактическая обработка от данного вредителя. И также параллельно вместе с учеными, вместе с Русским географическим обществом, Сочинским национальным парком, учеными Сочинского национального парка, энтомологами, фитопатологами Института цветового острова и субтропических культур ведется наблюдение за данным видом. Выявляется он достаточно сложно, потому что несколько лет может находиться в покое в стволе пальмы. Таким образом, мы проводим постоянные профилактические обработки с целью недопущения распространения данного вредителя, а также при возможности его уничтожения внутри ствола. Массового размножения на территории города Сочи или присутствия данного вредителя пока не отмечено. Но говорить о том, что его нет, преждевременно говорить об этом рано. Но вредители же были завезены в Сочи вместе с посадочным материалом во время подготовки к Олимпиаде. Откуда сегодня завозятся в Сочи саженцы? Как они проверяются? Насколько они безопасны? К Ростельхознадзору отнести бы этот вопрос. Как они контролируются? Контролируются они на таможне. Система контроля внутри муниципалитета, ее в принципе быть не может, она незаконна. Что мы делаем? Мы проводим рейды вместе с группой ученых по питомникам с тем, чтобы увидеть, определить на этапе завоза на питомнике может быть зараженного посадочного материала с тем, чтобы вовремя это все выявить, уничтожить и обработать. Надо отдать должное, питомники достаточно оперативно откликаются на обращение по обследованию их территорий. Ни одного отказа в обследовании питомника не поступало. Таким образом и ведется работа. В том ключе, в котором удобно было бы понимать обывателю как средство недопущения завезения посадочного материала наступит при условии включения данного вида в перечень карантинных видов. То есть сегодня говорим об опасности или о каком-нибудь вреде данных видов только специалисты города Сочи и жители города Сочи. Официально данный вид в перечень карантинных видов и, грубо говоря, формально его опасность никем не отмечена, никем не обнаружена. Таким образом, в данном случае контролируется ситуация, грубо говоря, на месте. Еще один вопрос касается генплана курорта. Как сегодня этот документ защищает наши зеленые зоны? Сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, занятые зелеными насаждениями. На сегодняшний день это 202 зеленых зоны. Площадь их порядка 50 тысяч квадратных метров. То есть поставлен на кадастровый учет и придан с разрешенным видом использования как сквер или зеленая зона. Таким образом, кроме как сквер, кроме как зеленая зона, на этом земельном участке ничего иного быть не может. Ну и впереди у нас Новый год. И многие сочинцы, конечно, захотят поставить дома живое дерево. Конечно, законопослушные жители нашего города приобретут их на специализированных базарах, которые уже работают в городе. Но другие попытаются срубить дерево. Вот насколько надежно у нас защищены елки и сосны от вырубки? И что грозит таким незаконопослушным сочинцам? Они защищены в двух направлениях. Они защищены первым уголовным кодексом. Незаконная вырубка зеленых насаждений карается по статье 260 Уголовного кодекса. А второе, к счастью или к сожалению, они защищены здравым смыслом. Тех растений, которые мы привыкли называть елкой, в городе Сочи в диком виде не произрастает. У нас есть кедр гималайский, который действительно в крупном состоянии, издали, похож на ту самую елку. Но той красивой среды посредством кедра гималайского внутри в доме не создать. Это огромное дерево первой величины. А маленькие ели конические или пихты в основном используются пихта Нордмана, которая имеет правильную коническую форму и ровную хвою. В диком виде на территории города Сочи на побережье или, скажем так, в прибрежном пластыре не произрастает. Выше уровня полутора тысяч метров хорошо себя чувствует пихта Кавказская. Но сейчас эти территории заснежены, и туда просто физически не добраться. Даже тем, кому, может быть, могло бы прийти это в голову. Спасибо большое за интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации города Сочи Андрей Терехов. Спасибо вам большое. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА